Привет, красотка! И сегодня у нас с тобой мега-осеннее видео. Как вы можете видеть, я сама утеплилась максимально. Рядышко у меня чаёчек. Сзади попытка сделать осеннюю атмосферу. Можно мне за это уже поставить палец вверх? Я пыталась. Почему сегодня мега-осеннее видео? Потому что я вам сегодня покажу мой вариант осеннего макияжа. И одним макияжем мы не обойдёмся. Я вам покажу ещё вариант причесок. Но, как всегда, вы меня знаете, это будет а-ля прическа. На самом деле, супер наипростейшие какие-то две махинации, и вот получилась прическа. И, что самое интересное, три образа, три моих разных вариаций того, как можно одеться по-осеннему, как сочетать цвета и фактуры. Так что по праву это видео можно назвать осенним. За окном просто льёт дождь. Очень холодно, градусов 8. И абсолютно не хочется туда выходить. Но у меня действует мой марафон шагов. Если вы ещё не знаете, что это такое, то бегом в мой инстаграм и присоединяйтесь. Я поставила себе цель пройти 2 миллиона шагов за 200 дней. Я находила 800 шагов. Сегодня мне ещё нужно где-то 9200 находить, чтобы за день было 10 тысяч. Начнём мы, конечно же, с макияжа. Я начну с того, что кожа у меня уже очищена, протонизирована, увлажнена. Но на ней нету базы под макияж. То есть мы будем наносить тональное средство. Фокус. Я здесь. Здесь, понимаешь? Молодец. Для того, чтобы наши поры не забивались в дальнейшем тональником и всем-всем, чем сегодня будут забиваться. Надо было взять зеркало, да? Очевидно. Это же макияж. Но я не посчитала это нужным. Особенно, когда наносите базу под макияж, уделяйте вот этим местам. Потому что здесь чаще всего всё скатывается и держится хуже всего. Я ещё подбородку уделяю особое внимание, потому что почему-то на моём подбородке всё очень быстро скатывается. Также нам понадобится в качестве подготовки база под тени. У нас не то, чтобы сегодня будут тени. У нас будет кое-что поинтереснее. Но база нам понадобится, чтобы всё это не скаталось и выглядело максимально долго красиво. И также подготовим наши губы, потому что сегодня будет кое-что матовое. Как вы думаете, что? Поэтому нам бальзам будет необходим. Это Himalaya Herbal. Это я так называю. Возможно, это неправильно. Может, Himalaya Herbal. Отлично! Всё подготовили. Теперь я вам приоткрою завесу тайны, что у нас сегодня будет. Вообще, мода, тренды нам диктуют то, что осенью будут популярны очень цвета фиолетовый и розовый. И их сочетание. Мне это нравится. Не всегда у нас совпадают с модой вкусы. И я, значит, начала думать, где можно использовать эти два цвета в макияже, чтобы это смотрелось и оригинально, но не вызывающе и как-то не странно. И, конечно же, я подумала, знаете, о чём? О стрелках. О матовых стрелках с помощью матовых помад. Не обязательно это делать с помощью матовых помад. Можно это сделать просто с помощью цветной подводки. Можно даже сделать просто с помощью фиолетовой или с помощью розовой. Но я сегодня постараюсь сделать типа градиент из розового в фиолетовый. Посмотрим, что получится. Пока что я займусь своим тоном. И у меня очень лёгкий тональный от MAC. Это Face & Body Foundation. Я его покупаю во второй раз. У меня его хватает где-то месяцев на 8. Фокус сегодня что-то максимально шулит. Не хочет работать. В принципе, осень и зима это уже те времена, когда можно переклить на более стойкое что-то. То есть летом мы обычно выбираем такие лёгкие текстуры. А осенью и зимой можно и более плотные. Но я что-то не очень люблю, когда на моём лице есть какая-то вообще маска. Я её прям чувствую сильно. Не забываем про шею. Несмотря на то, что у меня здесь свитер. Про уши также. Особенно если у вас открытая прическа. Открытое лицо. Прическа забрана, например. Да вообще лучше всегда прокрашивать вот эти вот зоны переходные, чтобы если вы вдруг заберёте волосы за ушко, запрокинете голову как-нибудь, чтобы не было видно вот этого чёткой границы, где у вас своя кожа, а где у вас тональ. Далее, если у нас есть какие-то местные неровности, покраснения, синячки под глазами, то используем консилер. Не сильно светлый. Это тоже очень частая такая ошибка, когда девочка берёт очень белый прям консилер. Но всё равно он должен быть немного с желтоватым подтоном, чтобы скрыть синий пигмент синяков. Если вы для этих мест используете консилер, то знайте, что жёлтый нейтрализует фиолетовый, а значит, жёлтый консилер лучше всего справляется с синим пигментом наших синяков. И давайте на этом этапе добавим вот такую вот красоту. Это такой иллюминайзер жидкий. Передаёт очень красивое, как по мне, золотое свечение. Мы наносим его буквально немножко. Не нужно прямо его лить. Знаете, как в Инстаграме иногда показывают, где девушка просто тональник себе выливает. Мне кажется, полбанки на лицо. Я не знаю, для чего это делаю. Для красивых обложек, наверное. Нам столько не нужно. Мы буквально берём несколько капель. Видите, какой пигмент? Он как бы хороший. Не забываем про галочку на дверний губой. Носик можно подсветить. И переходим к пудре. У меня такая пудра, она кажется, что обычная. Видите, как она пылит? Но она на самом деле такая минеральная, полупрозрачная. Даёт очень мало цвета. В основном просто даёт матывать. Ну что? Нарисуем нам лицо. Знаете, очень печально, когда видишь вот это. И это мой любимый карандаш для бровей. И выхватит на полбровей. Ну, в общем, брови, конечно, у меня получились не как я делаю всегда. Я нарисовала брови тенями и уложила гелем. Вот этот тандем у меня на все времена. Ну что, наконец-то будем переходить к нашей остренькой части. И, наверное, я буду рисовать поочерёдно. То есть сначала розовый и там, и там пигмент, затем фиолетовый и там, и там. От внутреннего уголка до середины я буду делать розовый. А от середины до внешнего фиолет. Я прямо сюда добавила аппликатором помаду и кисточкой скошенной буду пытаться сейчас нарисовать. Просто прикладываю вот эту вот скошенную часть кисточки прямо к росту ресниц. И вот, что у меня получилось. И осталось самое сложное повторить точно такую же стрелку вот здесь. Но знаете, что я вам скажу? Мне кажется, не особо-то заметен этот переход из розового-фиолетового. Ну, то есть я знаю, что я его сделала, но так-то его не сильно видно. Посмотрите, вы видите переход? В целом, когда мы рисуем такие вот цветные стрелки, тушь лучше обильно накрасить в несколько слоёв. Так шарлотку захотелось. И нижние реснички тоже прокрашиваем. Я обычно просто их вот так вот задеваю один раз, а в этот раз прям хорошо по ним прошлась. У нас остались румяна и губы. Румяна я хочу сделать вот такие вот розовенькие прям, чтобы они перекликали с нашими глазками яркими. И я вначале уже приоткрыла немножечко завесу тайны, что у нас будет матовая помада. Так как у нас яркие глаза достаточно, то губы хочется сделать какими-то более естественными. Но почему-то осень у меня ассоциируется с матовыми помадами. Мне захотелось вот такой вот нейтральный цвет, почти под цвет моих губ. Фокус! Спасибо. Ну что, я нас поздравляю, самая сложная часть завершена. Мы сделали макияж со сложными стрелочками, переход которых не очень заметен. Но мы знаем, что там два цвета все-таки. И теперь, как я обещала, прически. Но, опять же, прически это очень громкое название. Я, мне кажется, переходила с кудрявыми волосами, с волнистыми волосами. И снова влюбилась в прямые волосы. То есть прямые волосы, к сожалению, от утюжка. Потому что мои волосы после мытья очень далеки от прямых, кудрявых. Не знаю, там вообще очень много всего. И мы с вами поиграем вот с этими прядями, прядями у лица. Просто-напросто здесь заберем их с объемчиком небольшим за ушко, с каждой из сторон. И заколем чем-нибудь невидимками, крабиками, что у вас есть. Я говорила, что у меня все очень легко. Вот что-то типа такого у меня получилось. И переходим к нашим образам. Я вам покажу, как уже обещала, три образа полноценных, дополненных аксессуарами. Первый образ – это сочетание теплого вязаного платья с высокими сапогами выше колена. Дополняет образ классическая дамская сумочка от Жени Бычковского. Она у меня в моем любимом сочетании коричневого и бежевого, подходящим к абсолютно любому образу. Второй образ – это просто must-have каждой осени. Теплый свитер крупной вязки с высоким воротом. Я дополнила его классическими черными брюками с завышенной талией и лоферами. А еще, так как мы открыли ушки, я решила надеть кафу в виде осенних листиков. Третий образ немного строгий, а по цветовому решению самый осенний. Горчичная водолазка с кулоном, шоколадные брюки-клеш и мой незаменимый портфель, также от Жени Бычковского, в который у меня помещается абсолютно все для моей работы. Как вы можете заметить, я сменила прическу, став еще более деловой леди. Также образ хорошо дополнит прозрачные очки. Кстати, красотка, хочу поделиться крутым, действительно очень крутым конкурсом, который проводит Женя Бычковский в своем инстаграм, выиграв в котором ты сможешь отдыхать на море бесплатно на протяжении 10 лет. Это вообще реально? Но я обрадую, это более чем реально. Переходи по ссылке в описании и убедись в этом сама. Ну что ж, красотка, я очень надеюсь, что видео было тебе в первую очередь полезно, что ты подчеркнула, возможно, для себя какую-то идею. Может быть, завтра ты уже пойдешь в университет, в школу с такой, например, прической, или с таким макияжем, или в одном из таких образов что-нибудь подберешь из своего гардероба. Может быть, это видео кого-то вдохновило на какую-нибудь творческую идею? Не знаю. Пора заканчивать видео. А у нас видео вопрос из инстаграма. Мы не просто так заканчиваем это видео. А, наконец-то, я отвечаю на ваш вопрос. Я бы у тебя хотела спросить, что делать, если у меня большие щеки, пухлые, и как мне их исправить? То есть, контурингом или что сделать? Спасибо тебе большое за вопрос. Во-первых, хочу сказать, что ты большая молодец, что уже не стесняешься об этом говорить на миллионную аудиторию, вообще-то. Это уже, на самом деле, похвально. И, в первую очередь, конечно же, любой совет по внешности начнется с того, что принять себя и полюбить себя. Ну, это два типа пункта, но, на самом деле, это одно. У кого-то это щечки, у кого-то это ушки, у кого-то это носик, у кого-то это тонкие губы, по его мнению. Но, на самом деле, в этом и есть твоя изюминка. На самом деле, ты без этих щечек, возможно, совершенно не ты. Тебя такую уже любят. И именно такая ты настоящая. Так что, да, первый шаг это просто поменьше сравнивать себя с другими, с теми, у кого щечки поменьше, потому что мы всегда обращаем внимание на то, что нам себе не нравится. И если мы поговорим о макияже, о том, как что-то, допустим, подкорректировать, то я сейчас не буду разглагольствовать на целое видео на эту тему. Возможно, когда-нибудь я сниму отдельное видео, как, допустим, там сделать щечки поменьше визуальные, как носик. Но мне кажется, если ты просто сейчас загуглишь и введешь, как визуально сделать щечки поменьше, там могут быть лайфхаки касательно того, какие лучше прически делать, когда хочешь, чтобы визуально щечки казались меньше. Как именно наносить контуринг, пользоваться ли румянами. Я думаю, что это можно все найти в интернете. Если многих заинтересует эта тема, то, возможно, сниму об этом отдельное видео. Ну, спасибо большое, что задала мне вопрос. Если ты хочешь у меня что-нибудь вот так вот онлайн спросить, то обязательно заходи в мой инстаграм, пиши мне в директ видео сообщение, и я постараюсь ответить в следующих видео на твой вопрос. Ну, а я с вами буду прощаться. Помните, что вы у меня самые настоящие красотки, и улыбайтесь чаще. Я вас очень сильно люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok